Какими еще важными для ирбичан событиями были наполнены прошедшие дни, расскажем прямо сейчас. Региональный центр развития туризма высоко оценил возможности нашего города представить не только музейную мотоэкспозицию, но и организовать экскурсии на уникальное предприятие, показывающее, как собираются мотоциклы «Урал». За последние две недели сразу восемь ирбичан стали жертвами мошенников. Схемы обмана самые разные, просьбы помочь с переводом денег, поступившие якобы от друзей в социальных сетях, залоги за несуществующие автомобили, предложения о кредитах. При этом все случаи, по сути, похожи. Человек, погнавшись за выгоды, либо отдает деньги незнакомым людям за товар, который в реальности никогда не видел, либо, невзирая на многочисленные предупреждения, сообщает собеседнику код подтверждения операции по банковской карте, присылаемый ему в виде СМС-сообщения мобильным банкам. Полицейские и банкиры еще раз напоминают, делать это категорически запрещено. Правительство России одобрило проект закона, который освобождает региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами от налога на добавленную стоимость. Согласно документу, субъектам страны будет дано право устанавливать для операторов нулевую ставку по налогу на прибыль организации. Главный ожидаемый эффект от принятия подобного решения – существенное снижение тарифа на сбор и вывоз отходов. Сегодня НДС заложен в тарифе, а значит, отмена его автоматически должна привести к снижению платы в рамках действующей системы обращения с твердыми коммунальными отходами.